Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать вам о небольшом, но важном дополнении к рекламным кампаниям, которые вы проводите в Google AdWords и Яндекс.Директ. Ну, если вы таковые проводите. А если нет, то эта фича пригодится вам просто при анализе ссылок, ведущих на ваш сайт. Речь пойдет о UTM-метках. Что такое UTM-метка? Это дополнительный текст в адресе страницы, который добавляется после знака вопроса. На сам адрес этой информации не влияет, но ее понимают и умеют обрабатывать сервисы анализа трафика. Google Analytics или Яндекс.Метрика. Возьмем, к примеру, метрику. Сейчас я ее быстро подключу к нашему тестовому сайту, создам UTM-метку и вам станет понятно, зачем, собственно, она нужна. Как подключить метрику, спросим, естественно, у Google. Нам нужна авторизация на Яндекс, она у меня есть. Далее создаем счетчик. Вот, он у нас появился. Пока он показывает сплошные нули, потому что даже не подключен к сайту. Теперь берем код счетчика и кладем куда-нибудь на странице. Яндекс советует ближе к началу, но мы, естественно, разместим его в футере, то есть в подвале. Зайдем на страницу и вернемся к счетчику. Вот, у нас появился новый посетитель. Я даже знаю, кто это и откуда он пришел. Теперь поставим ссылку на наш сайт из Фейсбука. Переходим, заходим в Яндекс.Метрику и видим, что переход есть. Но это вся информация, которую мы обладаем. Из какой группы, из какого именно поста был переход, мы не знаем. А иногда это бывает важно, и вот тут на помощь приходит UTM-метка. Сейчас я, собственно, ее изгенерирую. Можно все писать руками, можно воспользоваться сервисом, их много. Вот, например, первый попавшийся по запросу UTM-метки. Здесь указываем URL-страницы. Источник Facebook. Канал компании. Канал компании – это вид проводимой компании. CPC, баннер, email. Но мы напишем просто пост, поскольку это пост в Фейсбуке. Вообще, все, что стоит после знака равенства, вы можете менять по собственному усмотрению. Но есть некая унифицированная система, и лучше ее придерживаться. Я сейчас от нее, естественно, отступаю. Далее название компании. Мы здесь укажем имя владельца страницы. И два дополнительных параметра. Ключевое слово и содержание. Ключевое слово – это для Яндекс Директа, а содержание – это все, что угодно. Напишем, что это тест UTM. Если мы будем с этой Фейсбук-страницы давать какую-то другую ссылку, то мы напишем что-то другое и всегда сможем различать, по какой ссылке пришли пользователи. Все, генерируем ссылку. Видите, после знака вопроса добавилась информация. Теперь вставим ее в Фейсбук. Для красоты удалим саму ссылку и переходим на страницу. Страница есть, ссылка работает. Теперь возвращаемся к метрике и в разделе отчеты находим метки UTM. Видите, они относятся к числу часто используемых. И тут у нас написано, что переход был из Фейсбук. Из поста Вова Ломова. Тест UTM. Ну согласитесь, удобно же, особенно если вы платите деньги за размещение ссылки в какой-нибудь группе и не можете оценить, а был ли оттуда трафик. Это простая UTM-метка. Есть метки с динамическими параметрами, которые используют Директ и AdWords при проведении рекламных кампаний, когда Google и Яндекс сами подставляют значение меток в зависимости от перехода. Но это уже тонкости. Основное, что нужно знать о UTM-метках, это то, что они проставляются достаточно легко и сильно помогают вам при проведении рекламных кампаний любой степени сложности. Вот такие они UTM-метки. Что тут еще добавить? Если кто не знает, в Google AdWords есть партнерская программа Google Grants, по которой благотворительным организациям бесплатно выделяется рекламный бюджет. Однажды я работал в одной благотворительной организации, и у нас этот бюджет составлял 10 тысяч долларов в месяц. А получить Google Grants достаточно несложно. Я потратил на составление заявки примерно 30 минут. Поэтому, если не проводите рекламных кампаний, то проводите их. И проводите их правильно. Все, любите друг друга, улучшайте статистику и анализ с помощью UTM-меток, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова